Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня мы продолжаем наши беседы по Евангелию от Иоанна. И сегодня мы будем читать 14 главу. И первая тема – «Я есть путь и истина и жизнь». Христос продолжает наставлять Своих учеников, и Он говорит, «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте». Почему здесь Христос говорит о смущении сердца? Потому что евреи были воспитаны в единобожие, и истина Адонай и Хат – Господь един – это как бы основополагающая истина религии Израиля. И главная заповедь – «Шма Исраэль, Адонай, Лакейн, Адонай, Хат, слушай, Израиль, Господь Бог, то есть Господь единый». И Христос, конечно, это понимает. Поэтому Он говорит Своим ученикам, «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте». То есть на самом деле евреям было очень трудно поставить на один уровень Бога с Его божественным единством, божественной исключительностью и Своего Учителя – Христа Иисуса. Но Христос и Иисус уже начал объяснять Своим ученикам подлинную тайну божественного единства. Это единство лиц Святой Троицы, Бога Отца, Бога Сына, Бога Духа Святаго. И когда мы говорим о божественном единстве лиц Святой Троицы, мы говорим, что никогда не было такого времени, когда не было Бога Отца. Никогда не было такого времени, когда не было Бога Сына. И никогда не было такого времени, когда не было Духа Святаго. собственно говоря отец и называется отцом потому что у него есть сын и сын называется сыном потому что у него есть отец и так как во всех монотеистических религиях исповедуется неизменяемость бога то отец всегда имел сына сын всегда имел отца то есть мы говорим о божественном предсуществование сына божия то есть начало сына божия это не вифлеем и само понятие начала неприложимо к нему и приложимо только в том смысле что он сам является началом для всего сам будучи безначальным то есть божественное предсуществование сына божия как сына божия было обусловлено предвечным рождением от бога отца который является процессом который не имеет начало не имеет как бы окончания точно так же как исхождение святаго духа от отца это тоже предвечный процесс а рождение вифлееме это то что происходит во времени и у человеческой природы христа есть начало но опять же нет конца как начало имеет и наше с вами человеческая природа но при этом она тоже не имеет конца потому что когда бог творил человека он вдохнул в него дыхание жизни и сделал его душою живую наделенный возможностью существовать вечно и христос он как бы преодолевает это смущение в сердцах своих учеников которые исповедовали нормативный иудаизм с верой в единого бога и более того с верой в божественное одиночество христос настаивает на том что он и отец одно и что сам он христос от начала сущий как оригин пишет он и есть то начало в котором бог творит мир небо и землю как сказано в начале сотворил бог небо и землю и святые отцы это понимали что сыном который который с начала всего а бог творит мир а действительно бог творит мир словом он говорит да будет свет и стал свет а слово это есть сын божественный логос о котором сказано и слова стало плотью и обитал с нами полной благодати истины догмат святой троицы он является догматом нелогическим с точки зрения человеческого понимания логики и он никогда не мог бы являться продуктом человеческих изысканий это бога откровенный догмат и его нелогичность подтверждает его божественное происхождение то есть человеку просто было бы неудобно иметь такое представление о боге что один в трех лицах и так далее и учитель церкви тартулиан однажды воскликнул верую потому что абсурд что это значит если бы догмат о три едином боге выводился бы логическим путем то тартулиану не надо было бы говорить верую он бы говорил знаю но он говорит верую потому что абсурд имея в виду что человек не может вместить в себя тайну божественной сущности божественного существования тем более в формате учения о святой троице человек должен воспринимать этот догмат верую но этот догмат имеет нравственное приложение что я неоднократно объяснял мы не соглашаемся с божественным одиночеством потому что бог который есть любовь до створения мира это любовь по отношению к кому если к себе это да бог источник эгоизма мы об этом неоднократно говорили а учения троицы как раз решает эту проблему бог до створения мира это предвечная любовь троих бог отец любит бога сына бог сын любит бога отца и они пребывают в любви духа святаго но при этом это не три бога это единый бог поэтому принцип адана и хат господь един он не разрушается он наоборот утверждается и предлагается нравственное выражение этого догмата христос призывал своих учеников будьте едины как я один с отцом понятно что речь идет о каком-то фрагментальном единстве которое проявившись однажды в нашей жизни потом не повторяется а речь идет о единстве друг с другом как народ божий соборное единение которое начавшись в этой земной жизни не прекращается и в вечности как и любовь лиц святой троицы по отношению друг к другу не имеет начала и не имеет конца и вот это смущение надо было преодолеть в учениках поэтому христос говорит да не смущается сердце ваше веруйте в бога и в меня веруйте потому что отец есть бог сын есть бог и дух святой есть бог далее христос говорит в доме отца моего обители много а если бы не так я сказал бы вам я иду приготовить место вам и когда пойду и приготовлю вам место то приду опять и возьму вас к себе чтобы и вы были где я а куда я иду вы знаете и путь знаете Христос уже открыл ученикам тайну небесного царствия надо сказать что в иудаизме исповедовали хелиазм то есть у них было учение о земном царствии божьем о мессианской эре который наступит именно на земле а Христос говорит о небесном царствии ведь что такое земля это небольшая планета затерянная в космосе не самая большая не самая маленькая но она находится на крайне нашей галактики не в центре а Христос предлагает нам войти в царствие небесное царствие божие куда он и возносится вскоре по воскресенье из мертвых и здесь он успокаивает учеников словами в доме отца моего обители много в третьей книге ездры говорится о том что бог приготовил для каждого человека райские места обитания райские жилища и когда люди пойдут в ад им будут показаны вот эти райские жилища которые были приготовлены для них по преданию церкви это будет происходить с третьего по девятый день после смерти им покажут вот эти райские обители которые были уготованы для них и как в третьей ездры сказано и куда мы не войдем и надо сказать прямо что ветхозаветный человек имел очень слабую надежду на вечную жизнь в боге и с богом его фантазия не поднималась выше земли миссианская эра это царствие боже на земле христос христос говорит о небе евреи думали о спасении только для своей нации христос говорит о спасении для всех людей живущих на земле поэтому как бы формат спасения вот эти горизонты которые показывает христос все это расширяется в доме отца моего обители много а если бы не так я сказал бы вам я иду приготовить место на самом деле христос пришел в этот мир чтобы приготовить нам место и уходит из этого мира чтобы приготовить нам место и блаженный феофилак пишет он был младенцем чтобы осветить младенчество он был отроком чтобы осветить отрочество он был юношей чтобы осветить юность он достиг зрелых лет чтобы осветить зрелость таким образом любые действия христа они как бы приготовляют для нас место даже его вознесение на небо совершается чтобы облегчить для нас прохождение мытарств когда мы будем тоже душею восхищены от земли на небо и будем проходить это пространство воздушное где обитают силы злобы поднебесной и когда христос возносился на небо это было событие когда он раздирал вот это пространство заполненное злыми духами потому что злые духи они именно обитают в этом пространстве между небом и землей и вот апостол фома услышав эти слова мы читаем фома сказал ему господи не знаем куда идешь и как можем знать путь ведь христос сказал а куда я иду вы знаете и путь знайте фома начинает спорить на самом деле фома не прав фома и другие апостолы они знают иисуса иисус и есть путь он есть истина и путь и он же является конечной целью нашего существования потому что спасение рода человеческого происходит по образу не адама перстного а адама небесного как пишет апостол павел то есть господа нашего иисуса христа поэтому иоанн богослов и пишет не знаю какими мы будем знают только что мы будем подобны ему как он поэтому когда христос говорит а куда я иду вы знаете и путь знайте он имеет ввиду себя фома сказал ему господи не знаем куда идешь и как можем знать путь иисус сказал ему я есть путь и истина и жизнь я есть путь и истина и жизнь никто не приходит к отцу как только через меня если бы вы знали меня то знали бы и отца моего и отныне знаете его и видели его почему христос говорит что апостолы знают отца и видели отца потому что отец в сыне а сын в отце филипп сказал ему господи покажи нам отца и довольна для нас иисус сказал ему сколько сколько времени я с вами и ты не знаешь меня филипп видевший меня видел отца как же ты говоришь покажи нам отца разве ты не веришь что я в отце и отец во мне слова которые говорю я вам говорю не от себя отец пребывающий во мне он творит дела верьте мне что я в отце и отец во мне а если не так то верьте мне по самим делам и так христос настаивает на том что он есть образ бога невидимого и в писании так и сказано бога никто никогда не видел единородный сын сущий внедре отчим он явил то есть он явил раскрыл перед человеками и ангелами характер бога отца его подлинные намерения относительно тварного мира и мы познаем отца в сыне потому что отец и сын это одно отец в сыне и сын в отце и опять же как я часто объясняю ангелы не видели бога так же как и люди не видели бога и когда христос воплощается это самое великое откровение о боге отце в сыне в сыне поэтому и сказано великое беспрекословие благочестие тайна бог явился во плоти проповедан в народе показал себя ангелом мы тоже часто вспоминаем эти слова верьте мне что я в отце и отец во мне а если не так то верьте мне по самим делам вера которая отталкивается от чудесных дел которые творил иисус она несовершенна потому что все чудеса существуют для сомневающихся Христос так и говорит если мне не верите то верьте моим делам мы предпочитаем верить Иисусу Христу с полным доверием относиться к его учению к его наставлениям и есть опасность в том если мы будем искать все время какие-то чудесные подтверждения но об этом у нас была даже отдельная беседа далее с 12 стиха и ниже Христос говорит истинно истинно говорю вам верующий в меня дела которые творю я и он сотворит и больше сих сотворит потому что я к отцу моему иду а как это связано он идет к отцу а верующие в него сотворят дела причем больше тех которые сотворил он уходя к отцу небесному во первых Христос не покидает этот мир будучи вездесущим богом он вообще не перемещается в пространство пространственное перемещение Христа возможно для его человеческой природы бог одновременно присутствует как вездесущий в каждой точке пространстве в каждом мгновении времени и покидая эту землю он идет к отцу чтобы умолить отца и чтобы отец послал духа святаго который является великой силой божией и силой духа святаго апостолы будут совершать великие чудеса и знамения дух святой это божественная личность как отец это личность как сын это личность и дух святой это тоже личность и молитвенное общение с личностью отца происходит через сына молитвенное общение с духом святым оно реализуется через отца от которого исходит дух святой действием сына который пошел к отцу умолил отца и тот послал духа святаго если христос здесь заговорил о чудесах значит он уже заговорил о духе святом потому что святые творили чудеса силой духа святаго дух святой называется в писании то духом отца то духом сына например иоанн креститель в начале своей проповеди говорит идущий за мною больше меня он будет крестить вас духом святым и огнем христос и есть тот который крестит нас духом святым тем своим действием что он очистив нас от грехов на кресте воскреснув для нашего оправдания обеспечил возможность что в очищенные наши сердца войдет дух святой который научит и наставит нас на всякую правду далее он говорит если чего попросите у отца во имя мое то сделаю да прославится отец в сыне если чего попросите во имя мое я то сделаю то есть доступ к отцу и к духу святому это все заслугами христа и следующая тема это тема о духе святом о том что утешитель это дух истины он же дух отца и дух сына как сказано кто духа христова не имеет тот не его если любите меня говорит христос соблюдите мои заповеди заповеди христа это очень широкое понятие потому что дух христов издревле говорил в пророках а какой дух христов говорил в пророках сказано никогда пророчество не изрекалось по воле человеческой но изрекали его мужи божии будучи движимы духом святым если любите меня соблюдите мои заповеди то есть все те которые были изречены пророками и апостолами и я умолю отца и даст вам другого утешителя да пребудет с вами вовеки здесь мы видим что дух святой который является в этот мир становится реальностью жизни каждого верующего мольбою сына божия перед отцом я умолю отца и даст вам другого утешителя да пребудет с вами вовеки духа истины которого мир не познал духа истины которого мир не может принять потому что не видит его и не знает его а вы знаете его ибо он с вами пребывает и вас будет а в каком смысле дух святой уже пребывает с ними духом святым как мы выяснили были движимы пророки ветхого завета но разве они пережили пятидесятницу нет дух святой пребывал с пророками ветхого завета но он не был в них апостолы без сомнения по отношению к ветхозаветным пророкам находятся на более высоком духовном уровне как сказано меньше в царстве божьем больше его то есть и она крестителя который сам свою очередь больше из всех пророков ибо он то есть дух святой с вами пребывает и вас будет с другой стороны дух святой он почил на человеке христе иисусы когда было крещение христа иисуса и в виде голубином особо была явлена тайна невидимого духа Божия я умолю отца и даст вам другого утешителя да пребудет с вами вовек духа истины которого мир не может принять потому что не видит его и не знает его а вы знаете его ибо он с вами пребывает и вас будет когда будет вас в день пятидесятницы вот тогда дух святой вошел в человечество и человечество каждый человек в отдельности садился храмом Духа Святаго Духа Божия но был человек который получил Духа Святаго до Пятидесятницы это Пресвятая Дева Мария который зачинает Сына Божия действием Духа Святаго сила Всевышнего найдет натя и рождаемый от тебя святым наречется не оставлю вас сиротами приду к вам здесь имеется в виду и второе пришествие но здесь имеется в виду и действие Духа Святаго ведь Дух Святой должен войти в нашу жизнь и напомнить нам все слова Святого Евангелия то есть мы познаем Отца в Сыне но Сына мы познаем в Духе Святом ибо Дух Святой есть Учитель и Утешитель который напоминает нам все слова Иисуса и все Евангелия были написаны действием Духа Святаго не оставлю вас сиротами приду к вам еще немного и мир уже не увидит меня а вы увидите меня ибо я живу и вы будете жить почему мир почему мир не увидит его потому что мир не способен принять образ жизни Христа а мы увидим его мы видим его прежде всего в чине святых которые отобразили праведность Христа святость Христа как я часто объясняю что луна не является источником света она отражает свет солнце только в той мере в какой он падает на нее так и все святые они отражают свет Христа и только в той мере в какой он падает на них в тот день узнаете вы что я в отце моем и вы во мне и я вас верую все лица Христу сердца ваши как сказано тот день это день святой пятидесятницы по-еврейски он называется шавуот в этот день праздновали принесение первого снопа пшеницы потому что в условиях Палестины на Пасху созревал ячмень а через 50 дней созревала пшеница и было приношение первого снопа и воспоминание о даровании синайского закона праздник шавуот кто имеет заповеди мои и соблюдает их тот любит меня итак любовь ко Христу это не абстрактное чувство это не чувство дружеской привязанности это не чувство жалости по поводу страдающего на кресте это очень конкретное действие кто имеет заповеди мои соблюдает их тот любит меня а кто любит меня тот возлюблен будет отцом моим и я возлюблю его и явлюсь ему сам вот здесь говорится о том что мы должны все таки изменить нашу жизнь то о чем учит апостол Павел чтобы нам ходить в обновленной жизни обновленной Христом и действием Духа Святаго по воле Отца Небесного и Юда говорится далее не Искариот говорит ему Господи что это что ты хочешь явить себя нам а не миру Иисус сказал ему в ответ кто любит меня тот соблюдет слово мое и Отец возлюбит его и мы придем к нему и обитель у него сотворим и обитель у него сотворим был человек по имени Авраам который сподобился явления трех ангелов которые были иконой Святой Троицы то есть своим числом они указывали на триединого Бога который пришел навестить болящего Авраама потому что это был где-то третий день после обрезания Авраама и день был знойный а в такой момент боль усиливается и идея совместной обители с Богом это идея которая реализуется в иудаизме в празднике суккот в празднике кущей когда они делали шалаши так было в одни Иисуса Христа вспоминая о том что когда они выходили из египетского рабства они жили в шалашах но не это главное главное то что они жили в шалашах в присутствии Бога и Бог видимым образом присутствовал среди народа ночью в виде огненного столба а днем в виде облачного столба тема совместной обители с Богом она была поднята в свое время на фаворе апостолом Петром который сказал как хорошо нам здесь быть поселимся здесь будем жить здесь сделаем кущу для для Иисуса для Моисея для Ильи тема божественной обители это тема храма проекции храма является жизнь праведного и святого человека который который сам является храмом как и сказано в Священном Писании вы есть храм кто разрушит храм того покарает Бог ибо храм этот свят этот храм вы таким образом обитель Божия она сотворяется в конкретном человеке и в конкретном сообществе которое называется церковью церковь экклесия это собрание верующих которые запечатлены благодатью Духа Святаго и это обеспечивает присутствие Отца и Сына ибо мы верим в единого Бога таким образом общение этого мира с Богом и Отцом непременно привело этот мир к пришествию Бога Сына пришествие Бога Сына непременно привело этот мир к принятию Духа Святаго и мы читаем с 23 стиха и ниже Иисус сказал ему в ответ июде кто любит меня тот соблюдет слово мое и отец мой возлюбит его и мы придем к нему и обитель у него сотворим то есть как бы поселимся в нем не любящий меня не соблюдает слов моих слово же которое вы слышите не есть мою на пославшего меня Отца сие сказал я вам находясь с вами что Христос хочет подчеркнуть вот этим уточнением сие сказал я вам находясь с вами то есть вы свидетели этих слов вы должны их запечатлеть в своем сознании и передать другим людям то есть утешите утешите же Дух Святой которого пошлет Отец во имя мое научит вас всему и напомнит вам все что я говорил вам то есть если если Сын свидетельствует о том что он получил от Отца Дух Святой будет свидетельствовать свидетельство Сына которого пошлет Отец во имя мое он научит вас всему и напомнит вам все что я говорил вам таким образом не бывает действия Духа Святаго не во имя Христова и это очевидная истина о которой мы должны помнить давайте посмотрим что писали отцы Григорий Великий в Гамиле на Евангелие 30-е Гамиле он пишет многие из вас братья мои знают что греческое слово параклитус в латинском языке означает защитник или утешитель защитник потому что заступается за проступки грешников перед праведностью Божией будучи одной сущности с отцом он и сын молятся за грешников потому что он наполняет собой людей побуждая их возносить молитвы то есть за нас ходатайствует не только сын но и дух святой пред отцом небесным побуждает нас к молитвам и апостол Павел действительно пишет своих посланий что вы не знаете как молиться и Григорий Великий продолжает а потому и Павел говорит но сам дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными это послание к римлянам 8.26 что значит неизреченными то есть мы не нашли бы таких бы слов с одной стороны с другой стороны это состояние потрясенного величием Бога человека который замолкает и пребывает созерцание величия Божия неизреченное состояние но тот кто молит меньше того кого умоляют так как же утверждается что молит дух который не меньше действительно дух и сын и отец они это единый Бог однако дух ходатайствует тем что заставляет молиться тех кого наполняет и тот же дух зовется утешителем когда дает надежду на прощение оплакивающим свои грехи не позволяя их разуму помутиться от горечи григорий великий выделяет два аспекта в действии духа святаго первый аспект это защитник другой аспект это утешитель и функция духа святаго побуждать нас на молитву и напоминать нам слова христа духом святым свершаются все таинства церкви которые только они обладают спасительной силой амбросий медиаланский святитель в трактате о святом духе пишет кто пришел во имя сына тот верно пришел и во имя отца ибо имя отца и сына одно что значит имя отца и сына одно но не бывает сына без отца и отца без сына так получается что одно имя и отец и сын и святой дух а это уже имя триединого бога также и посмотрим что пишут блаженный августин и так сын говорит святой дух учит когда сын говорит мы мы воспринимаем слова. Слова – это некая форма. Когда Святой Дух учит, мы их понимаем. То есть те слова, которые говорит Сын. Вся Троица говорит и учит. Однако, если бы не воспринималось и по отдельности, то никакой человек по немощи своей не смог бы вместить целое. То есть вся Троица и говорит, и учит. Но нам необходимо разуметь действия Отца, действия Сына и действия Духа Святаго. Если Дух Святой побуждает нас на молитву, а молитва может быть покаянная, благодарственная, хвалебная, это может быть и песнопение, радостное перед Богом, то Дух Святой является источником покаяния. Он пробуждает нашу совесть. Это голос Божий, который не покидает нас, который напоминает нам о нашем реальном состоянии. Христос говорит, что лучше для вас, если я уйду, пойду к Отцу и пошлю Дух Святаго. Ведь Христос в своем воплощении мог общаться с определенным количеством людей на определенной территории. И если мы говорим о Духе Святом, то Дух Святой никак не связан с определенным количеством людей и какой-то отдельной территории. Потому что о Духе Святом сказано, что Дух Святой дышит, где хочет, и голос его слышишь, а откуда приходит, куда уходит, не знаешь. Действие Духа Святаго, оно в этом смысле, оно очень универсально. И это действие Духа Святаго, оно непрерывно осуществляется. И мы обычно выражаем действие Духа Святаго понятием благодать. Благодать или по-еврейски хесед. Это незаслуженная милость. И мы молимся, когда Духу Святому мы произносим слова «Сокровище благих и жизнеподателю» прииде и вселесивны. Любой процесс обучения начинается не случайно с молитвы Царю Небесной, которая обращена к Духу Святому. потому что Он есть наш Божественный Учитель, научающий и наставляющий нас на всякую правду. Тот же святитель Григорий Великий пишет «Верно сказано, научит вас всему, потому что пока нет Духа в сердце слушающего нет пользы от речей Учителя». То есть, как бы ни старались наставники вразумлять нас, только действием Духа мы можем воспринять слова говорящего. Ведь Дух Святой даже по отношению ко словам Христа есть Тот, Который дает нам возможность усвоить эти слова. Григорий Великий продолжает «Пусть никто не приписывает учащему человеку то, что понимает из уст его, потому что если не будет Учителя внутри, напрасно будут слова Учителя, Который снаружи». В некотором смысле мы все наблюдаем друг друга изнутри. такой взгляд со стороны. И есть такое очень эгоистическое направление философии, называется субъективный идеализм. И сторонники субъективного идеализма, они даже говорили, что весь окружающий мир – это комплекс моих собственных ощущений. То есть кто-то из вас не дай бог впадет в состояние такого субъективного идеализма и будет считать, что я – это голограмма, это помещение голограмма, и все тут люди, это тоже какая-то голограмма, а есть только вот он, он неподвижен, а все как бы вокруг него оно как-то вращается. Но реальность другая. Реальность та, что каждый из нас является личностью, которая имеет внутренний мир и которая имеет сообщение со внешним миром. Сообщение со внешним миром мы видим, мы слышим, мы обоняем, мы осязаем. И вот как бы ни пытался кто-то достучаться до нас, если нету учителя внутри, а это Дух Святой, то любые слова окажутся непонятными, даже слова Христа, о чем мы сегодня читали. Вот вы все одинаково слышите голос говорящего, но не одинаково воспринимаете смысл услышанного. Если голос один и тот же, то почему же в сердцах ваших вы по-разному его понимаете? Не потому ли, что через общее в голосе говорящего учитель внутренний, то есть Дух Святой, каждого по отдельности учит тому, как понимать сказанное? То есть вам может преподаваться одна какая-то тема, но Дух Святой подскажет вам, что надо выделить из этой темы именно вам для себя. Понимаете? Может быть, речь учителя, она осуществляется достаточно долго, там, час, полтора часа, два часа, но Дух Святой даст тебе услышать то, что тебе надо услышать. Он как бы будет сортировать эту информацию. Иоанн говорит о помазании Духом. Это имеется в виду Иоанн Богослов, и дается ссылка. Само сие помазание учит вас всему. Это первое послание Иоанна 2, 27. Голосом никто не наставляется, если разум не помазывается Духом. Зачем же говорить это обучение человеков, когда и сам Создатель не говорит для наставления человека, если прежде не поговорит с ним через помазание Духом. То есть даже Бог собеседует с нами с помощью Духа Святого, который открывает нам значение Слов Бога. И вот открытие смысла того или иного текста священного – это работа Духа Святого. Она должна приносить нам радость, великую радость и наслаждение, потому что это значит Господь прикоснулся к нам. помните, как в Кесарии Филипповой Христос сказал Петру не кровь и плоть открыли тебе это, но Отец Мой, который на небесах. А как Отец открывает действием Духа Святого, а как Отец говорит действием Сына, Таким образом, в деле нашего спасения принимает участие вся Святая Троица. И Святая Троица хочет сотворить обитель в каждом из нас. Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам. Вот эти таинственные слова они нуждаются в выстолковании. Блаженный Августин пишет «И все же мир у нас в нем и от него, то есть во Христе, будь то тот мир, который Он оставляет с нами, идя к Отцу, либо тот, который Он даст нам, когда самих нас приведет к Отцу. Что же Он, восходя от нас, оставляет нам, как не свое собственное присутствие, которое никогда не прекращается? Он Сам есть наш мир. Он, соделавший из обоих одно, значит, Сам Он, наш мир, и когда верим, что Он есть, и когда увидим Его, как Он есть, и если покуда пребываем в бренном теле, тяготящем душу, покуда ходим верою, а не видением, Он не покидает тех, кто устранены от Господа, то сколько больше Он собой наполняет нас, когда достигнем самовведения. То есть Христос действительно не покидает нас. Он общается с нами через свое учение, где двое или трое собраны во имя Мое, там я посреди. Он присутствует в святых дарах тела и крови, как Он и сказал перед вознесением на небо, сей я с вами во все дни до скончания века. Вот это и есть мир Христа. Сейчас есть такое понятие, как еврейский мир, русский мир, но это такие этнические условности. А есть мир Христов. Мир в смысле шалом. Шалом это одно из имен Бога, потому что Бог есть мир. Мир оставляю вам, то есть я не покидаю вас. Мир мой даю вам. Он и приветствует учеников по воскресению из мертвых, пройдя дверями затворенными этими словами шалом алейхем, мир вам. Как послал меня отец, так и я посылаю вас, сказав это дунул и говорит им примите Духа Святаго. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается. Вы слышали, что я сказал вам – иду от вас и приду к вам. Да, Он идет от нас, не покидая нас. Он придет к нам, не оставляя нас. Это действие Бога. Если бы вы любили меня, то возрадовались бы, что я сказал иду к Отцу. Почему мы должны возрадоваться уходу Христа? Как-то нелогично. Речь идет о том, о чем я сегодня уже говорил. Христос родился нас ради человек, нашего ради спасения, был младенцем, чтобы осветить младенчество, юношей, чтобы осветить юность. И Он уходит к Отцу, чтобы осветить наше вхождение в Царствие Божие, когда, разрешившись от плоти, наш Дух устремится к престолу Божию. Он все делает нас ради человек и нашего ради спасения. Далее Он говорит, ибо Отец Мой более меня. Здесь Он говорит с учетом человеческой природы своей, которая усыновлена его же божественной природой, как и мы усыновляемся Богу Отцу через Бога Сына. И вот Я сказал вам о том, прежде, нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется. Он все это говорит, прежде всего, о действиях Духа Святаго, о своем вознесении, чтобы, когда будет Пятидесятница схождения Духа Святаго, до Пятидесятницы вознесения Христа на небо, они бы были уже этими словами приготовлены к принятию этих тайн. Уже немного мне говорить с вами. Действительно, уже немного и нам осталось изучать Евангелие от Иоанна, потому что следующая глава будет уже пятнадцатая, но это особо сакральный текст, который отличается от синаптических Евангелий. Уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Мы посмотрим, какое объяснение есть на эти слова. Прежде всего, блаженный Августин. К чему удивляться, что умер Христос, хотя совсем не грешил? Он за тебя хотел заплатить то, чего сам был не должен, чтобы тебя освободить от долга. Дьявол по праву обладал человеческим родом, который он, дьявол, ввел в заблуждение. Он владел тем, чем овладел и овладел тем, что обманул. Христос же принес смертную плоть, чтобы пролилась его кровь, которой он заплатил по счету наших грехов. И он все еще удерживал бы повинных в грехе, если бы не погубил невинного. То есть дьявол владел бы нами до сих пор, если бы Христос не умер. А теперь посмотри, сколь справедливо будет сказано, ты погубил того Христа, кто ничего не должен тебе, верни должников. Вот идет князь мира сего, говорит он, Христос, и во мне не имеет ничего, как ничего. разве нет у тебя души, разве нет плоти, разве ты, Христос, ни слова, и все это ничего, да не будет. Ничего его дьявола нету во Христе, потому что нет греха в нем. Он дьявол, князь грешников, а князь грешников не найдет во мне, то есть во Христе, ничего. Я не согрешил, ничего не принял от Адама, как бы говорит Христос, ибо пришел к вам от девы, ничего не прибавил, ибо не имел к чему прибавить, а праведной жизнью не совершил греха. Пусть придет дьявол, и если сможет найти что-нибудь свое во мне, пусть поищет, но ничего не найдет своего во мне, нет греха на мне, невинно рожден, невинно провел жизнь, пусть идет, ничего не найдет, так зачем тебе умирать, если он, дьявол, придет и ничего не найдет, тогда он, Христос, называет причину, по которой должен принять смерть, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего, как если бы мы спросили, зачем умирать будешь, а он ответил, чтобы мир знал, что я люблю отца, и как заповедал мне отец, так и творю, встаньте, пойдем отсюда, то есть пойдем на страдания, такова воля его благого отца, а князю зла он, Христос, не был должен совсем ничего. Итак, Христос чувствует приближение дьявола, он говорит, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего, но чтобы мир знал, что я люблю отца, и как заповедал мне отец, так и творю, встаньте, пойдем отсюда. О чем? Воля отца заключается в том, чтобы сын был принесен в жертву. Это известные слова, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал сына своего единородного, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Сын рождается в этот мир по воле отца, живет по воле отца, и умирает по воле отца. По воле отца он и воскреснет, и вознесется на небо. И все это нас ради человек, и нашего ради спасения. Таким образом, домостроительство спасения рода человеческого – это дело всех лиц Святой Троицы. И вот это Евангелие от Иоанна – это главный теистический текст, где о божестве Христа говорится открыто, о божестве Духа Божия, о божестве всех лиц Святой Троицы. И сегодня мы с вами прочитали 14 главу, и если мы будем живы, Господь позволит, в следующий раз мы соберемся и будем читать 15 главу этого чудесного Евангелия. Спасибо вас, Христос!